спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы даже самым заядлым петербургским фанатам бега рано или поздно надоедает перемещаться по городским улицам организованный марафон может быть максимально удобным маршрут живописным а дорожное движение можно полностью перекрыть но город есть город время от времени хочется пробежаться на природе подальше от шума и суеты тогда на помощь приходят многочисленные пригородные марафоны жителям северной столицы сейчас не нужно ехать на другой конец страны чтобы получить новые спортивные впечатления на этой неделе прошел очередной 13 по счету гатчинский полумарафон в день когда проходит этот забег гатчина становится полностью пешеходным городом уже достойный повод поучаствовать или посмотреть на это эко-чудо собственными глазами перекрываются центральные улицы города отведенные для участников пробега это очень быстрый старт плоская трасса пейсмейкеры плох прохладная поздняя осенняя питерская погода и как правило высокая конкуренция создают хорошие условия для личных рекордов весь маршрут проходит по асфальту практически без перепадов высот то есть это можно сказать стадионные беговые условия только асфальт вместо прорезиненного покрытия но для марафонцев он более привычен и удобен если конечно они не из африки хотя и туда сейчас вовсю добирается культура мегаполисов особая фишка гатчинского забега бесплатная автобусная обзорная экскурсия с гидом по маршруту полумарафона и качественным достопримечательностям можно даже отдельно заглянуть в гатчинский дворец а еще бесплатный бокал пива для финишеров не беспокойтесь эти люди знают все о здоровом образе жизни легких углеводах и тому подобных премудростях их тонусу ничто не угрожает также важно что этот полумарафон проходит под самый занавес шоссейного сезона под самый занавес шоссейного сезона ленинградской области уже во всю идет снег зима близко и с летними впечатлениями пора прощаться но для тех кто хорошо готовился весь сезон это отличный шанс хлопнуть дверью кстати одним из первых гатчинских забегов почти 20 лет назад стал как раз декабрьский снежный старт под романтическим названием здравствуй новый год его проводили уже в снегу ну пусть еще и не по коле и вот с этого нового года начался нынешний гатчинский полумарафон сформировавшаяся группа энтузиастов решил организовать еще один постоянный забег чуть раньше ноябре чтобы можно было соревноваться в шортах и футбол как это более привычно правда поначалу организаторы промахнулись сделали полный марафон а на него почти не оказалось желающих как вы помните в двухтысячных марафоны совсем еще не были в моде и то что в 2010 когда мир на них просто помешался а тогда идея провалилась к счастью энтузиасты рук не отпустили и постепенно приучили гатчину к полумарафоном тем более что их оказалось гораздо легче устраивать перекрыть маленький пригород на несколько часов небольшая проблема тогда как полдня и более чего требует настоящий марафон это уже скандал забавно на первых гатчинских полумарафонах в 2010 году и далее бегало 100 человек сейчас это смешно уровень веселого забега районного значения для пенсионерской группы у которой есть хороший тренер а тогда это казалось круто и много оцените как меняется спортивная жизнь за каких-то 10 лет впрочем для теплолюбивых людей питерские полумарафоны и сейчас кажутся экстримом в середине и конце ноября температура в городе запросто падает ниже ноля а в области может доходить до минус 10 так что требуется закалка или теплая зима снимающая проблему сейчас качинский полумарафон это 2000 человек только на основной дистанции а общий лимит составляет 3500 участников для финишеров изготавливают медаль с главными городскими достопримечательностями статуя императора павла приорадский дворец ну и кленовый лист означающий гачинские парки повторимся что при всем местном колорите подавляющее большинство участников приезжают из петербурга и других крупных городов так что и для вас это шанс и Субтитры сделал DimaTorzok